Каждая неделя Великого Поста посвящается угодникам Божьим, чей молитвенный подвиг служит добрым примером для православных христиан долгие века. Преподобный Иоанн Лествичник – один из них. В День памяти Великого Подвижника и автора замечательного духовного творения в Кафедральном соборе Ростова-на-Дону состоялась служба архиерейским чином. Рассказывает Евгения Шатилова из епархиальной телестудии «Дон православный». День памяти преподобного Иоанна Лествичника, автора знаменитой книги «Лествица-добродетели», митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий совершил Божественную Литургию в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Каждая неделя Великого Поста у христиан посвящается угодникам Божьим, чей молитвенный подвиг служит добрым примером верующим долгие века. Преподобный Иоанн Лествичник – один из них. По преданию, он родился в 590 году. В возрасте 16 лет пришел в монастырь, а через 4 года был пострижен в иноке. Однажды великие старцы предсказали, что некогда этот инок станет великим духовным светочем. Их слова сбылись. В возрасте 35 лет преподобный Иоанн удалился в пустыню, где у подножия горы Синай непрестанно молился и сочинял книги. В 75-летнем возрасте он был избран игуменом Синайской обители. По просьбе игумена Раивского монастыря им была написана книга «Лествица добродетелей». В ней автор описал 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. Это творение наглядным образом показывает, что приблизиться ко спасению лучше всего помогают самоотвержение и духовные подвиги. Ступень Лествицы – это путь человека к совершенству, которая достигается постепенно, шаг за шагом, и приближает его к Царствию Небесному. Четыре года святой Иоанн пробыл игуменом, затем вновь возвратился к уединению и безмолвию. Молитвенно воспоминая преподобного Иоанна Лествичника и его духовное завещание, изложенное в Лествице добродетелей, понимаешь, что в любом труде, прежде всего духовном, необходимо все делать постепенно, пошагово. Каждый день поста – новая ступень, вступать на которую нужно терпеливо, осмысленно, с чистым сердцем. Евгения Шатилова, Константин Яковлев, Андрей Алексеев, телестудия «Дон православный».